Поучение отца Иоанна Кронштадтского о мраке и кознях врага при молитве. Ибо вот покрыла меня всю мою душу чуждая тьма окаянного злобного сатаны. Тяжко душе быть в мучительной тьме его, дающей предчувствовать муки мрачного ада. Обрати же меня, Спаситель, к свету заповедей твоих и исправь духовный путь мой, усердно молюсь тебе. Когда во время молитвы овладевает твоим сердцем уныние и тоскливость, знай, что это происходит от дьявола, всячески старающегося запнуть тебя в молитве. Крепись, мужайся и памятью о Боге прогоняй убийственные ощущения. Замечайте, если не в мыслях, то в сердце враг часто силится хулить имя Вседержавного Бога. В чем сердечная хула на Бога? Сомнение, неверие, уныние, нетерпение Божьих наказаний и ропот – все страсти. Неверием в истину и благость Божию враг изрыгает хулу на истину – благость и всемогущество Бога. Унынием также на его благость, вообще порывом страстей человеческих хулит всеблагий промысл и истинность Божию. Вот ты молишься. Молитва твоя совершенно успешна. Ты имеешь внутреннее свидетельство, что Господь и слышит ее, и благоволит к ней. У тебя мир помыслов, легко и сладостно на сердце. Но вот под конец твоей молитвы, из-за самого малого расслабления твоего сердца и помышлений, в твое сердце ввергается какое-то тяжелое бремя, расслабляющий сердце огонь, и ты чувствуешь и крайнюю тяжесть молитвы, и отвращение от нее вместо прежней легкости и расположения к ней. Не отчаивайся, друг, это козни врага, который любит посмеяться над нами, особенно в конце наших благочестивых занятий, чтобы мы впали в уныние и сочли потерянными все предыдущие труды свои в святом деле. Научись из этого впредь не угошать духа своего ни на минуту в продолжении молитвы. «Молиться духом и истинною неослабно и не льстить Господу на молитве ни одним словом, то есть ни одного слова не произносить притворно, лицемерно. Пусть вся молитва твоя будет одним выражением истины, трубою Духа Святого, и ни одним словом не служит лжи вражей, не будет органом дьявола. А о снятии времени вражи с души твоей и о погашении огня его помолись сердечно ко Господу, призвал перед ним от сердца вину свою, лицемерие во время произношения молитвы, и получишь облегчение и мир. Не торопись, мирно все говори и делай. Успеешь, враг торопит и смущает, ибо в смутной торопливости нет духовного толку. Для очищения и воспламенения нашей молитвы Господь попускает дьяволу мучительно разжигать внутренности наши, чтобы мы, чувствуя в себе чуждый огонь и страдая от него, старались внести в сердце свое смиренную молитву огонь Божий, огонь Духа Святого, оживотворяющий сердца наши. Во время молитв домашних и общественных против лукавства дьявольского и рассеяния мыслей напоминай себе о простоте истины и говори прямодушно «Я верую во все немудрствующим сердцем, просимая, и жду дара истинно простого, а твое, вражи, лукавство, твои хулы, мерзости, мечты отвергаю. Началом и основанием и источником всей твоей мыслительности, твоего слова и твоей деятельности, да будет смирение, сознание своего ничтожества и полноты Божества, создавшего и наполняющего все и действующего вся во всех». Первое послание к Коринфянам, 12.6. Апостол Павел. «Кто заражен гордостью, тот ко всему наклонен оказывать презрение, даже к предметам святым и божественным. Гордость мысленно уничижается или оскверняет всякую добрую мысль, слово, дело, всякое творение Божие. Это мертвящее дыхание сатаны. Когда во время чтения канонов и акафистов, спасителю и Божьей Матери и канона ангелу-хранителю и при чтении молитв дьявол будет шептать в сердце «Неправда! Неправда! Натяжка! Натяжка!» «И будет похищать от сердца силу, истину, слов молитвенных. Тогда будь яко глух, не слышай, буй и юрод, не на мгновение не соглашаясь с сердцем на ложь врага и не мудрствуя его лживую мудростью, и верует твердо истине всей полноты церковных молитв и песнопений, зная, что это есть вещание Духа Святого, устами святых человеков, возгласившего хвалы, подобающие Спасителю Божьей Матери, Святым, и наши немощи и окаянства. Помни, что церковь есть столб и утверждение истины. Во время молитвы иногда чувствуешь какое-то отпадение от Бога и отчаяние. Не надо увлекаться этим чувством, оно от дьявола, а надобно говорить в сердце. Не отчаиваюсь в своем спасении, я окаянный, на твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду и взываю. Аще есть ми спасение, упование, аще побеждает человеколюбие твое, множество беззаконий моих. Буди ми спаситель. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мыслей, говори, владычество Спасителя во всяком слове и звуке. Еще бывает во время молитвы, что сердце наше богопротивно стыдится пред людьми слов молитвы или самого Господа Бога, вяло, не от сердца, произнося молитвы. Надо попрать этот богопротивный, человекоугодливый, дьявольский стыд и страх, и произносить молитвы от души и громогласно, в простоте сердца, представляя пред собой единого Бога и всех считая как бы несуществующими. Иже постыдится мне и моих словес вроде всем прелюбодейным и грешным, и сын человеческий постыдится его, егда придет во славе отца своего с ангелы святыми. Марк 8, 38. Дьявол обыкновенно вселяется в нас через один лживый помысл или мысль, лживую и вожделение греховное, и потом действует в нас и беспокоит нас. Так он прост. Не пачели Господь Бог духов вселяется в нас через единую мысль и любовь истинную и святую. И с нами бывает, и в нас действует, и бывает для нас всем. Итак, молись, без сомнения, как мыслить легко, так и молиться должно быть легко. Не обращай внимание на омрачение, огонь и тесноту вражую во время совершения молитвы и твердо положись сердцем на самые слова молитвы с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святого. И святыми Божиями овладевало дьявольское отчаяние и уныние. Что же с нами, грешными? А нас враг уязвляет часто сердечными уничижениями и лютым унынием. Нужно постоянно обращаться ко Господу и быть с ним каждую минуту, чтобы не овладевало нами вражие озлобления и уныния. Есть и еще средства избавиться от вражия уныния. Пространный путь мира, удовольствие света. Но сохрани Бог всякого христианина от того, чтобы таким средством избавиться от дьявольского уныния. Лучше идти тесным путем, терпеть уныние и искать частой помощи и избавления у Господа Иисуса Христа, веселящего, трудящихся его ради нас спасением своим, нежели сойти на пространный путь, гладкий путь мира, и там удовольствиями плоти купить свободу от духа уныния. Враг духом уныния многих согнал с тесного и спасительного пути на широкий и гладкий но гибельный путь. Во время молитвы при сильных искушениях от дьявола всю печаль свою возверзи на Господа, яко той печется о тебе. На молитве только веруй в Господа, яко одесную тебе есть, и все возможное тебе будет. Чем вернее и сильнее средство, соединяющее нас с Богом, молитва и покаяние, тем больше направляет против него разрушительных действий, противник Божий и наш, который употребляет для этого все, и расположенное к лене тело наше, и слабость души, ее привязанность к земным благам и заботам, сомнения, так близкое всем, маловерие, неверие, скверные, лукавые, хольные помышления, тяжесть сердечную, помрачение мысли, все направлено бывают, о невнимательных действиях врага к тому, чтобы запнуть на молитве на этой лестнице к Богу нас возводящий, оттого весьма мало молитвенников искренних, усердных, оттого весьма редко и говеют, и каются, и причащаются христиане, может быть, наполовину не говели бы, если бы закон гражданский не повелевал ежегодно быть всему у исповеди и святого причащения. не говели бы, а христиане говели бы,